Вот так оно и бывает. История пишется дохлыми поселенцами. Залезаешь такой в кладовку проведать местную моль, а она мало того, что вымахала до размеров хорошего такого пёселя, так ещё и почти всех колонистов отправляет на лечебную койку. И выживают в итоге только двое. В общем, я приветствую вас, курсанты, в тренировочном лагере stopgame.ru. Меня зовут Иван Лоев, и сегодня вы пройдёте инструктаж о том, как быть, если на вашем компьютере внезапно запустится игра RimWorld. Во-первых, не пугайтесь и не бегите к кнопке, известной как 7-bet-1-reset. Лучше послушайте наше превью. Начну с парадоксов. RimWorld относится к той категории игр, рассказывать о которых можно как в двух словах, потому что концепт довольно простой. Но если разойтись, то можно и за два часа не уложиться, потому что мелочей и разных граней здесь очень и очень много. Кратко нашу сегодняшнюю гостью можно охарактеризовать так. Дварь Фортрес для людей. Симулятор строительства колонии. Или призн архитект про выживание. То есть, суть у происходящего следующее. Есть группа людей, которая оказалась на поверхности малообитаемой планеты. И им надо выжить, преодолевая холод, жару, голод, нападение рейдеров, химические осадки и прочие неблагоприятные факторы. Для этого потребуется сажать плантации, строить дома и амбары, копать полезные ресурсы, приручать животных, охотиться на животных, разделывать их туши, готовить из мяса и собранных овощей и фруктов пищу, развлекаться, бороться с болезнями и заражениями и многое другое. И поначалу игра может особо-то и не удивить. С точки зрения симулятора строительства колонии, тут имеется целая масса бросающихся в глаза упрощений. Ваши поселенцы не используют инструменты от слова «совсем». То есть ковыряют камни и рубят деревья голыми руками, бревна моментально превращают в ровные доски, которые затем с легкостью превращают в стулья, столы, стены или паркет. В ружьях не заканчиваются патроны, а если вы захотите засадить плантацию рисом или чем угодно другим, то париться о семенах не надо. Поселенцы их сгенерируют из воздуха. И дерево технологий здесь тоже довольно жалкое. Короче, на первый взгляд кажется, что особого челленджа здесь ты не поймаешь. А потом один из поселенцев берет и в приступе апатии, из-за того, что у него в видителе спальня слишком маленькая, поджигает построенный группой сарай с едой, а остальные, пока его тушат, получают кучу ожогов, вырубаются и вскоре умирают. Еда Ясенпень сгорает. Осознав, что же он наделал, этот пиромант психует еще сильнее и идет наезжать на ближайшего гризля. За что получает лапой по голове и рестарт. И вот в этом и есть смак. Rim World это игра о социальном выживании. И развивает она идеи, которые я впервые заметил в Space Base DF9, где астронавты беседовали друг с другом, у них какие-то отношения складывались, они вели твиттеры и прочее. Но там никаких глобальных последствий у этой системы не было. Здесь же все намного хитрее. Как чаще всего и бывает в играх этого жанра, мы не управляем никем напрямую, а просто раздаем общие указания, за кем охотиться, где построить стену, куда поставить стол и куда относить мусор. Дополнительно можно задавать расписание, в рамках которого персонажи будут существовать, когда работать, когда отдыхать и когда спать. Распределять зоны их доступа и приоритеты разного рода занятий. Остальное решают сами герои. Куда идти, когда и что делать. Правда при особой нужде их можно и поднять под тревоги и отправить заниматься чем-то конкретным принудительно. Но только в том случае, если они это могут. Еще есть боевой режим, в котором вы получаете полный контроль над персонажем. Потому что перестрелки здесь проработаны очень детально. С укрытиями, ранениями и другим. В RimWorld работает полноценная ролевая система, которая позволяет генерировать дофига уникальных персонажей. Она охватывает все. И многочисленные способности героя в различных родах деятельности. И интерес к он им. Отвечает за то, как быстро персонаж будет набираться опыта. И положительные и негативные особенности характера или физиологии. Психологическое состояние, на которое оказывают влияние просто неимоверное количество факторов. От удобства кровати и приятности социального окружения, вплоть до того, видел ли персонаж гниющий труп рейдера. И сюда же вписываются заболевания. Вообще медицина в RimWorld это отдельная и довольно сложная система, разбираясь в которой вы угробите ни одного своего поселенца. И вот после высадки все эти сгенерированные товарищи начинают взаимодействовать друг с другом, с внешним миром. И в результате RimWorld оказывается не столько симулятором строительства колонии, сколько универсальным генератором истории. Причем речь идет как о каких-то курьезных эпизодах, когда, например, заключенный начинает ломиться в дверь, а отправленный чинить эту дверь поселенец в итоге теряет терпение, сам выламывает дверь и убивает арестанта, так и о более глобальных. Я после нескольких дней плотного знакомства с игрой по одной из самых продолжительных своих сессий написал аж рассказ. Или типа того. В блогах есть, ссылка в описании, можете сходить почитать, здесь пересказывать будет слишком долго. В целом же я веду вот к чему. Несмотря на то, что к строительной части RimWorld можно придумать довольно много претензий, все они нивелируются проработкой других сторон и игровых систем. К тому же местная реиграбельность чертовски высока. Даже без учета начального разброса характеристик стартовых персонажей на случайно сгенерированной планете, на поверхности которой вам доведется обитать, есть целый ряд климатических зон, отличающихся флорой, фауной, температурами днем, ночью, летом и зимой, а тут есть смена сезонов, да, длительностью сезона вегетации и всем остальным. Из-за чего выживание в тропическом лесу, где никаких проблем с едой нет круглый год, кардинально отличается от обитания на леднике у одного из полюсов, где ни растений, ни животных. Только каннибализм. К тому же здесь есть три официальных сценария начала. Это трое выживших колонистов после крушения лайнера, одинокий, но богатый исследователь космоса и племя, пять единственных членов которого выжили после немилости богов. И разница тут не только в изначальном количестве героев, но и в уровне их технологического развития. И совсем уж последнее, это возможность выбрать не только сложность игры, но и искусственный интеллект рассказчика, который будет следить за происходящим. Он может быть как спокойным, позволяющим просто строить новую базу, так и хаотичным и непредсказуемым, превращающим любую партию в представление, в историю, во что-то такое. Когда не знаешь, в следующий момент на тебя обрушится либо безмерное счастье, либо тотальная беда. И в принципе это почти все, что касается официального комплекта поставки RimWorld. Потому что если случится так, что вам надоест стандартный набор, то здесь уже прекрасно работает Steam Workshop, куда уже сгружаются многочисленные пользовательские модификации. И самое знаменитое из них это Hardcore SK. Отечественный проект по комплексному улучшению всего, что уже есть в RimWorld и в воду многих новых вещей. Вообще надо заметить, что так-то до релиза в раннем доступе Steam RimWorld уже жила сама по себе годик-этак три. Поэтому на данный момент она выглядит как вполне себе законченная игра. Багов лично я за более чем 40 наигранных часов не встречал, у вашего выживания имеется конкретная конечная цель построить космический корабль и улететь. А претензии лично у меня возникли только к переводу и к очень схематичному визуальному ряду. Что, впрочем, ожидаемо и богатством разнообразия событий оправдываемо. Так что надежда у меня одна. Что авторы посмотрят, подумают, вкрутят свои идеи, импортируют какие-нибудь классные находки из самых громких модификаций и выйдут в релиз где-нибудь через годик или даже полгодика, а не через пять лет. В остальном же RimWorld вполне себе безоблачное будущее намечается. И на этом я прощаюсь. Держите своих больных в лазарете, обуйных на кладбище. И до встречи на Stop Game.ru Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok